Всем привет! Сегодняшний обзор посвящен вот этому предмету. Это сумка для хранения и переноски ножей от фирмы Spider, о чем говорит красноречивый логотип. Называется она Spider Pack Lodge SP1. Есть еще модель маленькая, которая у них называется, по-моему, Small. Она отличается тем, что в ней меньшее количество карманов. В этой 30 карманов для хранения ножей, в маленькой 18 карманов. Данная сумка приобреталась в магазине White Mountain Knives на ebay. И если ориентироваться на его цены, то вот эта сумка стоит 48 долларов 95 центов, а маленькая стоит 42 доллара 95 центов. Так что разница по количеству хранимых ножей ощутимая, разница по цене не такая уж сильная, что, честно говоря, немножко удивляет. Для чего сумка нужна? Понятно, это следует из названия для хранения и переноски ножей. Почему возникает в ней необходимость? Ну, у каждого, у кого есть более или менее приличное количество ножей, встает вопрос, как их хранить. Можно хранить вот примерно в таком духе, собрать в какую-нибудь коробку, но согласитесь, это не очень удобно. Это не очень удобно, например, если вам ножи периодически нужно доставать. Для этого приходится копаться в такого рода коробке, доставать нужный нож. У меня такая необходимость периодически возникает, если, например, при обзоре нужно провести аналогию, сравнить обозреваемый нож с каким-то ранее рассматриваемым. Ну, и опять же, если вы идете на какую-нибудь встречу с единомышленниками и хотите взять с собой ножи, то возникает необходимость как-то это удобно организовать. Ну, в общем, для всевозможных подобных ситуаций существуют такие сумки, выпускаются они разными фирмами. И фирма Спайдерка одна из таких фирм, которые предлагают подобного рода решения. Что она из себя представляет? Это нейлоновая сумка, вот с таким вот ремешком. Ремешок можно перестегнуть на другое кольцо. Можно организовать, например, вот такую петлю для более удобного ношения на плече. Можно перестегнуть ее вот сюда. Ремешок как ремешок, ничего особенного. Карабинчики с такими вот пружинками. Нормальное качество, хотя я не могу сказать, что оно как-то очень уж впечатляет. Есть немного торчащие нитки. Нейлон также нормальный. Прошито все, в принципе, нормально, добротно. Стежки ровные. В паре мест немножко торчат нитки. Сделано в Китае и, в принципе, по таким средним меркам это вполне нормальное, приемлемое качество. Размеры этого кейса, этой сумки, 18,5 на 62 сантиметра. Чтобы было понятно, проведу такую аналогию. Если я эту сумку вот так зажму подмышку, то обратите внимание, она у меня практически на всю руку. То есть сумка весьма длинная. Это же специально акцентирую на этом внимание, чтобы не было сюрпризов. Сумка реально длинная. А когда она раскладывается, то раскладывается она аж на 89 сантиметров. Сразу, кстати, по поводу раскладывания. Здесь вот такие два клапана. На них липучка, она же застежка ВЛК. Держится, кстати говоря, хорошо. И дальше мы вот таким образом можем размотать эту сумку. Надеюсь, в кадр все попадает. Здесь вот такие карманы прозрачные. Размер каждого кармана 114 на 63,5 миллиметра. Чтобы был какой-то ориентир, вот, допустим, недавно обозревавшийся нож Кершу Инжекшн. Полностью утапливается в этом кармане. Китайский Широгуров 111. Также полностью утоплен в этом кармане. Ну и самый большой складной нож, который у меня есть, это Чабанский нож. Не совсем входит в этот карман, но, тем не менее, вот таким вот образом он сюда помещается. Так что кармашки достаточно крупные для того, чтобы хранить подавляющее большинство складных ножей. Ну а мелкие ножи, типа небольших моделей Викторинокса, могут здесь помещаться сразу, под в одном кармане. Всего в общей сложности, я уже говорил, здесь 30 карманов. В общем-то, особо больше говорить про эту сумку, пожалуй, и нечего. Сумка сделана неплохо. Она вполне функциональна, вполне удобна. И если в нее поместить все ножи, то сумку можно вот так вот повесить где-нибудь в шкафу, за крючок. И это позволит занимать меньше места, чем если у вас ножи хранятся в какой-нибудь коробке. В целом, я считаю, что штука довольно неплохая. Для своей ниши она вполне уместна. Ну а нужна ли вам такая, думайте сами. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. До свидания.